Установка дистрибутива Gintu Linux В данном блоге я покажу, как можно установить дистрибутив Gintu Linux. Вся установка это простая цепочка действий. Я давно уже собирался выпустить эту справку по установке, а в последние годы установка дистрибутивов Linux особенно актуальна. И вот за несколько дней до нового года выходит новость про репозиторию с бинарными пакетами Gintu. Поясню, что долгая компиляция была главнейшей критикой дистрибутива. Видимо теперь точно была. Так что я и сам хочу попробовать, даст ли пользу этот новый бинарный репозиторий, и одновременно выпустить блог. Я буду выделять только основные моменты установки, а базовые, такие как настройка часов, подключение к Wi-Fi сети, буду пропускать, так как это не должно вызвать сложности. Скачиваем образ флешки с официального сайта. Стоит отметить, что можно установить абсолютно с любого загрузочного образа. Главное, чтобы совпадала архитектура процессора и была возможность подключить систему к интернету. Здесь и далее знак решетки перед командой означает запуск команды от руд пользователя. Понятно, что нужно иметь свободную флешку объемом не менее размера загрузочного образа. При этом стоит помнить, что процесс сотрет все содержимое флешки. Скопируйте содержимое, если вам оно нужно. Компьютер, на который я буду устанавливать, это ноутбук Asus GL703VM с мобильным четырехъядерным процессором 8 потоков i7-7700HQ 2017 года и видеокартой NVIDIA GTX 1060. Это старый компьютер, у вас, моих зрителей, машина должна быть поновее, помощнее, тем более, что вы работаете с 3D-графикой. Для правильной установки Генту необходимо знать комплектующие вашего компьютера. Загружаемся с флешки. Для этого перезапускаем компьютер. Флешка должна быть вставлена. В самом начале загрузки BIOS жмем горячую клавишу в меню выбора устройства загрузки. Или, как альтернатива входа в BIOS, уже в самом BIOS выбрать устройство, то есть нашу флешку. После загрузки с флешки нужно отключить автоблокировку экрана и переход в ждущий режим, так как эти действия могут нарушить ход установки системы. Разметка и форматирование дисков. Я предпочитаю устанавливать систему на отдельный диск и размечать на два раздела. Первый раздел прошивки EFIM, примерно 512 мегабайт, но не более. И основной раздел. Раздел подкачки не делаю. По рекомендациям он должен быть в два раза большей размера оперативной памяти, то есть для данного компьютера 64 гигабайта. Попросту жалко. Подкачку предлагаю реализовать в виде файла подкачки, который при необходимости места можно просто удалить. Не забудьте перед форматированием сохранить все важные данные с этого диска. Буду устанавливать параллельно с чтением руководства по установке. Выделяю только главное. Жду ваших отзывов в комментариях. Буду рад обсудить успехи или помочь с установкой Gintu. Для того, чтобы иметь возможность записи с экрана, я устанавливал систему не на целевой диск, а в пользовательскую директорию другого компьютера, чтобы впоследствии скопировать все на целевой диск компьютера. Да, такое тоже возможно. Это полезно практиковать для установки на несколько компьютеров одной операционной системы. Процесс установки тот же самый. Переключимся на root пользователя. Создаем директорию установки. На моем скринкасте я сделал вместо этого ссылку, в результате это одно и то же. Перемещаемся в эту директорию. Скачиваем стейдж 3 нужного профиля. Распаковываем дистрибутив. Установка готова. Что в принципе правда, но не совсем. Нет ядра Linux и менеджера пакетов. Тем не менее, система установлена и уже может работать смежно на ядре запущенной системы. Продолжаем. Make.conf Основной конфигурационный файл в Gintu. В нем задаются параметры пакетного менеджера Portage. Тут и далее я буду редактировать текстовые конфигурационные файлы в редакторе Nano. Конфигурировать конечно можно в любом редакторе, а мне кажется, что Nano самый простой и удобный для этого. Небольшая справка по текстовому редактору Nano. Nano. Путь до конфига. Открыть конфигурационный файл. Ctrl-X и потом Y. Выйти с сохранением изменений. Ctrl-X и потом N. Выйти без сохранения изменений. Кроме этих трех действий я больше ничего не знаю про этот редактор. Мне этого хватает. Итак, Make.conf. Правильно будет записать в Make.conf архитектуру текущего процессора. В данном случае, следуя флагам бинарного репозитория, я решил сделать универсальную сборку с общими generic флагами компиляции и добавить к ним флаг 64-битных архитектур. Я также разделяю конфигурационные файлы для удобства в поддиректории с тем же названием конфига. Принимаем все лицензии без разбора. Готовы к запуску дистрибутива? Всегда готовы? Тогда вперед! Копируем конфигурацию адреса пакетов главного оверлея. Копируем DNS конфиг. Монтируем устройство. Итак, ChangeRoot. Эта команда меняет корневой каталог на тот, который задан пользователем. После запуска мы переключаемся на наш новый дистрибутив. И уже работаем непосредственно в нем самом. Мы в Генту. Скачиваем пакетную базу. Читаем новости. Читаем новости. Выбираем точный профиль. Хочу добавить, что утилита и select настраиваются, если не все, то почти все в Генту. Принцип этой утилиты прост. Между возможными вариантами закрепить пользовательский выбор. Задаем часовой пояс. Задаем локаль. Задаем локаль. Обновляем окружение. Далее попробуем работать с новым бинарным репозиторием Генту. Скачаем публичные ключи. Пробуем установить что-то бинарное. Работает. Синяя подсветка показывает, что это бинарный пакет. Проведем первоначальную настройку SystemD. Пару слов об утилите и мерч. Утилита и мерч предназначена для установки пакетов. Утилита очень обширная и обычно используют следующие опции. A. Ask. Задает вопрос да или нет перед установкой. V. Показывает опции пакета. Use flag. Где знак минус означает без этого use flag. G. Flag означает, что если есть бинарный пакет и его опции совпадают с тем, что задает пользователь, то установить именно бинарный пакет. Также есть очень полезная утилита eQuery, которая устанавливается из пакета GintoolKit. Утилита позволяет легко посмотреть значение use flag, или от каких пакетов зависит данный пакет, или уточнить, к какому пакету относится файл и многое другое. Именно благодаря такому инструментарию eSelect, eMerch, eQuery и прочее Gintool очень легко администрировать. Даже есть мнение, что невозможно окончательно поломать Gintool. Этими инструментами ее всегда можно восстановить из любого состояния без бэкапов. Установим уже готовое ядро из пакета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как вы можете заметить, во время установки в терминал выводится весь лог событий. Лог требуется только когда возникает проблема, а по большей части он только создает шум. Давайте скроем лог, оставив только основную информацию в виде имен пакетов и прочего. Давайте скроем лог, оставив только основную информацию в виде имен пакетов и прочего. MakeOps – это количество потоков процессора плюс один. Jobs – количество одновременно устанавливаемых пакетов. Я ставлю четыре. Зависит от количества оперативной памяти в компьютере. Устанавливаем загрузчик групп. Конфигурируем точки монтирования устройств. У меня это не получится сделать, так как я работаю на другом компьютере, не на целевом. ID устройства можно найти при помощи утилиты BLKIT. Думаю, по этой же причине не получилось включить swap. Задаем сетевое имя. Задаем root пароль. Обновляем систему. Добавятся новые пакеты, от которых зависит профиль рабочего стола Plasma. И мы столкнулись с циклической зависимостью, которая не позволяет продолжить установку. Нужно решить этот конфликт. Решение где-то в выделенных пакетах. Попробуем установить из исходных текстов. И решение нашлось. Собрать пакет lib.snd файл с флагом minimal. Пропишем этот флаг в конфигурацию. Теперь можно спокойно установить PlasmaMeta. Запустим команду обновления мира, чтобы проверить есть ли еще что-то, что мы должны установить. Все установлено. Добавим необходимые службы в список активных. Остается только установить файл прошивки в соответствующую директорию на первом разделе диска, который отформатирован в FAT32. Проверить какие разделы примонтированы и куда можно командой DF. Я монтирую загрузочный раздел в директорию BOOT EFI. Сделайте это, если раздел у вас не примонтирован. Установим прошивку. Пропишем ядро в загрузчик. Добавим пользователя. Зададим пароль пользователя. Установим драйвера NVIDIA. Установим прошивки. Установим терминал. Выходим из системы. Отключаем смонтированное устройство. После перезагрузки вы сможете загрузить генту с рабочим столом KDE. Если это не так, по возможности нужно собрать симптомы, логи и погуглить. Скорее всего что-то было пропущено. Когда будет понятно, что пропущено, нужно повторно загрузиться на флешку, смонтировать систему, как это было показано выше, сменить корень по ChangeRoot и доустановить необходимое. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok